Десна ТВ Такой стратегический объект, самый важный, самый главный в нашем городе, они отображают атомную станцию. Юбилейная выставка в художественной школе. Прекрасный концерт, детки выступают, всегда приятно смотреть на выступления молодых дрований. Православный детский конкурс. Нормативный документ, который утверждается на верхнем уровне, зачастую, скажем так, долго доходит до непосредственно потребителя. Соответственно, люди не встали, чтобы выполнить требования, на которые подписываются документы. Мы уменьшаем, скажем так, время работы с документами. Разработана новая система мониторинга документов. Шипованная резина предназначена для предотвращения аварий на скользкой дороге, но она может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Инспектор ГИБДД расскажет, что нужно делать шипастым автовладельцам, чтобы не стать причиной ДТП. Каждый водитель знает, знак буква «Ш», расположенный сзади автомобиля, означает, что впереди идущий транспорт оснащен шинами с шипами, и на скользкой дороге он может внезапно затормозить. Знак по ГОСТу – белый равносторонний треугольник с красной обводкой, внутри изображена буква «Ш», должен быть расположен в месте, которое не будет ограничивать задний обзор движения. Предупреждающий знак повышает внимательность водителя сзади идущего транспорта. Теперь обязанность нанесения этого знака предусмотрена административным законодательством. Постановлением правительственной федерации в Кодекс административных правонарушений и права дорожного движения внесены изменения. Изменами предусмотрена административная ответственность за отсутствие на транспортном средстве оборудованным шипованной резиной обосновательного знака шипы. За отсутствие на транспортном средстве обосновательного знака шипы предусмотрена административная ответственность в размере 500 рублей. Водители, при движении в ряду будьте внимательны. Знак шипованной резины может не только вас уберечь от внезапного столкновения. В областном центре впервые состоялась встреча представителей власти, церкви, СМИ и общественных организаций. Участники обсудили программы совместной работы религиозных, образовательных, общественных организаций и органов власти. Они отметили, что только благодаря совместным усилиям можно сохранить великое наследие страны и те ценности, которые способствуют духовному воспитанию граждан. В Смоленске прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних под председательством заместителя губернатора Оксаны Лободы. В нем приняли участие представители образовательных учреждений, органов здравоохранения, муниципалитетов и сотрудники правоохранительных органов. Они обсудили, как улучшить профилактическую работу по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. На учете все неблагополучные семьи работают телефоны доверия, проводятся акции антинаркотической и противоалкогольной направленности, популяризируется спорт и здоровый образ жизни. 2017 год – юбилейный для Смоленской атомной станции и концерна «Росэнергоатом». А это праздник для всего нашего города. Мы расскажем вам, как воспитанники художественной школы приняли участие в этом событии. В фойе детской художественной школы расположена выставка работ юных художников. Посвящена она 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской атомной электростанции. Каждое художественное произведение неповторимо в своем роде и завораживает чувством близости темы атомной энергетики к авторам произведений. Тема для наших учеников – это очень близкая. И они очень с радостью откликаются и рисуют. Во-первых, они живут в этом городе, они видят и строительство, как преображается наш город с каждым годом. Все это у них на глазах, и поэтому они отображают это в своих работах. Естественно, как наш такой стратегический объект, самый важный, самый главный в нашем городе, они отображают атомную станцию. Есть какие-то более лирические темы. Там, допустим, мое водохранилище, которое отображает все-таки пейзаж, которое отображает природу нашего города. Здесь можно выполнить, конечно, в технике акварели, гуаши, масли даже. А если это какая-то более строгая тема строительства домов, улиц наших, то, конечно, здесь можно использовать технику графики, гротажа, линогравюры, либо это будет плакатная техника. Воспитанники школы – активные участники всех городских художественных выставок и конкурсов изобразительного искусства, как в Десногорске, так и за его пределами. Наркополицейские вышли на след молодого смолянина, который хранил наркотические вещества. Парня задержали прямо на одной из улиц Смоленска. При себе у него нашли банку с растительным веществом. Криминалисты подтвердили – это марихуана общим весом более 16 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Инспекторы ДПС задержали пьяного водителя на дороге Рославль-Ершичи. При проверке по базе данных выяснилось, что 53-летний мужчина уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на 2 года и лишения прав на 3 года. В Десногорске прошел детский литературно-музыкальный конкурс «Православная моя Русь». Цель конкурса – приобщить детей к духовно-нравственным ценностям и к русским национальным традициям. 13 декабря в Детском доме творчества прошел конкурс «Православная моя Русь». Организаторами выступили Комитет по образованию Десногорска и Православный центр. Участие в нем приняли 187 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Репертуар детских выступлений состоял из песен и стихотворений о нашей родине – России. Дети также выступили с народными танцами. Стефания Платонова исполнила песню «Рождество Христово» под аккомпанемент «Гуслий». Праздник получился очень ярким и веселым. Родители зато их дыхание наблюдали за своими детьми. Мне очень понравился концерт, очень понравились дети. У нас талантливые действительно дети. И сколько души, сколько в них сил вкладывают их туда. Многие, родители. Просто это очень радует и дает надежду на будущее. Очень отлично, хороший, веселый, замечательный, все детки талантливые. Прекрасный концерт, детки выступают, всегда приятно смотреть на выступления молодых дрований. В состав жюри входили специалист комитета по образованию Десногорска Наталья Немнонова, лектор православного центра Валентина Денисовская и методист детского домотворчества Евгения Калинина. Конкурс проводился по следующим номинациям – художественное чтение, вокальное искусство, инструментальная музыка. О призерах и победителях мы узнаем через 10 дней. В Смоленске прошел зимний фестиваль ГТО. В нем приняли участие более 200 смолян в возрасте от 6 до 65 лет. Среди нормативов – бег, прыжки в длину, подтягивания, отжимания и многое другое. Спортивное движение становится на Смоленщине по-настоящему массовым. Для участия в сдаче норм ГТО в 2017 году зарегистрировались 7 тысяч человек. Причем почти 4 тысячи из них получили почетные знаки. Бесконечные поиски нужного документа в кипе бумаг уходят в прошлое. Впрочем, как и сам бумажный документооборот, уступает место электронному. Специалисты Росатома разработали информационную систему, которая позволяет в разы ускорить работу с бумагами и вносить изменения в документацию на этапе ее разработки. Только ли от высоты заборов и количества видеокамер зависит безопасность ядерного объекта? Конечно же нет, уверены специалисты научно-производственного объединения «Элерон», входящего в структуру Росатома. В сегодняшних реалиях для достижения максимального уровня защищенности необходима высокая скорость принятия решений на всех этапах, касающихся обеспечения безопасности, в том числе и в работе с нормативной документацией. Нормативные документы, которые утверждаются на верхнем уровне, зачастую, скажем так, долго доходят до непосредственного потребителя. Соответственно, люди не всегда успевают выполнить требования, которые предписывают эти документы. Вот мы уменьшаем, скажем так, время работы с документами. Ускорить работу с бумагами помогает информационная система мониторинга нормативных документов. Если раньше для поиска необходимой инструкции нужно было перебрать десятки папок и перелистнуть сотни страниц, то сейчас достаточно сделать лишь несколько кликов мышкой и набрать в поисковой строке ключевое слово или фразу. Документы у нас группированы по ключевым словам, по рубрикам. То есть человек, допустим, открывая рубрику «Течение безопасности», сразу видит документ, который относится именно к этой области. И дальше он может более точно искать по разным ключевым словам, какая организация разработала, переделала документы, по номеру документа, по названию, по части названия. На поиск нормативного акта или закона теперь уходят не часы, а минуты. Но экономия времени и сокращение объема бумажной документации – это далеко не все достоинства программы. Она единственная среди аналогов, позволяющая разрабатывать документы в режиме онлайн, проводить анализ документации и своевременно вносить необходимые коррективы. У нас еще отражается, скажем так, процент текста, который требует переработки. То есть, когда накапливается количество замечаний больше, чем, например, 15-20%, то, условно говоря, загорается там красная лампочка. И это как бы сигнал человеку, принимающего решение, что этот документ наиболее важен для переработки. Программа, созданная специалистами Элерона, уже внедрена на ряд предприятий госкорпорации. Пока она касается только документов в области обеспечения физической защиты объекта. Но, по словам разработчиков, ее платформа подойдет и для решения других задач в части документа оборота. Это все новости на сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok